Даже невозможно оторваться Про оформление карт визы и мастер-карт для россиян И если вы можете быть красивым и поить, то уже кто-то сам всем привет друзья всем доброе утро с вами турпресс алена андрей вы можете нас поздравить мы в аэропорту шереметьево это аэропорт александра пушкина тем в интересное путешествие в минск на картофельные драники встали сегодня рано сейчас у нас 7 утра так что не выспались как всегда она лететь нам час 20 летим авиакомпании бел авиа так что полетели вместе с нами заварите чай кофе приготовьте что-нибудь вкусное потому что есть я думаю мы тоже будем вкусно так но мы будем ждать регистрации потому что приехали рано а регистрацию нас начнется через час после регистрации мы пойдем в бизнес-зал потому что у нас по карточкам включены два прохода в бизнес-зал в месяц как у тебя настроение в минск но в белоруссию или в беларусь и так так правильно можно лететь как по внутренним так и по загранпаспортам так что кому как удобнее так и летим мы летим по внутренним паспортам и не первый раз да да или там почему-то это стало традиции уже вот второй год именно в это время в сентябре я надеюсь там будет красиво уже золотая осень начинается так что будем ждать регистрацию и увидимся уже с вами в бизнес-зале расскажем подробнее по каким картам мы туда ходим ну и так далее в общем чё-нибудь съедим позавтракаем пассажиры релиза 4 объекта на войне аэрофлок российские объекты в Каир просим пройти на посадку в самолет выход номер 103 пассажиры о Так, все, мы уже в бизнес-зале. Называется он Малевич. Сейчас выберем, наберем себе завтрак и уже расскажем вам поподробнее про бизнес-зал. Он получается такой круговой, можно присесть с видом на самолеты, на взлетно-посадочные полосы и можно еще выбрать такие столики. Пойдем посмотрим, что сегодня нам предлагают. Так, что здесь у нас? Здесь кашка на воде. Кашка, здесь рисовая каша. Сосиски, омлет. Так, вот это я буду в вок-лапшу обязательно попробую. Блинчики, смотрите, с творогом, классно, сосиски. Что здесь еще? Омлетик. Ну, это, по-моему, повтор уже того идет, да? Блинчики традиционные, здесь мед, сгущёнка, джем. Здесь у нас зона салатиков, капуста, огурчики, помидоры, перец, ну, в общем, свежие овощи, всякие бутербродики, сэндвичи. Пирожки, нарезка колбасная, сырная, классно. Так, здесь у нас уже получаются различные сладости, пончики, пирожные, вот это типа птичьего молока, наверное, надо попробовать безе, тут есть миндальные печенья. Здесь соки различные, также булочки, вот улитка, ну, и, соответственно, чай, кофе можно попить, да, вот здесь. И там, если, короче, ходить здесь по кругу, здесь несколько станций будет с кофе, вот, можно, да, выпить пиво, шампанское, вино, все, что хотите. Пойдем куда-нибудь присядем. Здесь, кстати, можно еще отдохнуть, полежать, даже поспать. Взяли все, готовы уже к полету, вернее, в таком случае лучше бы полет еще подольше. Здесь часа два-три можно провести, да. Взяли попробовать все-таки шампанское, чтоб бизнес-зал зря не пропадал. И вот эту лапшичку, колбанску, сосиски, яйцо, пирожки. В общем, всем, друзья, хорошего настроения, нам приятного полета. Шампанское брюд. Шампанское у меня прям аж слезы. Смотрите, ну, мы оказались, и, наверное, все знают, что банки периодически предлагают, ну, не периодически, у них есть премиальное обслуживание, условия зависят от банков, ну, как правило, если вы премиальный клиент банка, то вам полагаются бесплатные проходы в бизнес-зал. Но иногда банки делают акции, допустим, чтобы не выполнять условия премиального обслуживания, либо не платить за него, они дают какой-то пробный период, например, месяц или даже три месяца. Вот, ну, у нас и так, и так, в общем, у нас много банков, там ситуация все время меняется. Ну, если вы еще об этом не знали, то посмотрите обязательно предложение банков. Попробуем лапшу. Влог. Хорошо? Угу. Я наставлю ссылку внизу к этому видео про наш банк. Там типа акция «Приведи друга, получи там 500 рублей». Так что если вы хотите нас поддержать, у вас нету карты этого банка, то регистрируйтесь, получайте. И в этом банке можно как раз-таки один месяц премиального обслуживания получить бесплатно. то есть вы сможете, ну, как минимум, сходить в бизнес-зал. То есть перед полетом активируйте и идите в бизнес-зал. на полкилометра вывести. Хорошо. Попробуем на полкилометра вывести. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы сюда прилетели по делам, по своим личным, вернее по рабочим делам, по бизнесу, скажем так И заодно поснимаем вам выпуск Возможно, вы тоже решите приехать сюда, в Минск, в город-герой на выходные, вкусно поесть И еще мы хотели поднять такой вопрос, потому что на протяжении всех прошлых выпусков Нас спрашивали, какими картами мы пользуемся Мы вам не будем советовать никакую карту, потому что финансовые дела – это ваши личные дела Здесь надо принять соответственное решение Но заграничную карту, такие как MasterCard Visa, ее можно оформить в любой стране СНГ То есть это Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан Ну, в общем, в любой стране смотрите, читайте форумы Информации сейчас много Есть, конечно, очень много людей, которые предлагают оформить вам карты и доставить Но мы не хотим и не хотели бы И вам, кстати, не советуем отдавать свои личные данные этим людям Которые сегодня торгуют картами, а завтра будут торговать вашими личными данными, возможно Так что, если вы захотите оформить, если вам действительно нужна карта Visa и MasterCard То выбирайте любую страну из бывшего СНГ и смотрите банки, их условия Самое главное, что в первую очередь вам понадобится, если соберетесь оформлять карту MasterCard или Visa за границей Ну, допустим, здесь, в Беларуси, вам, естественно, понадобится местная сим-карта И конкретно в Минске ее можно купить на втором этаже В зале вылетел, есть национальный мобильный оператор Life У него достаточно хорошие тарифы, так что посмотрите Здесь симку можно купить, возьмите на всякий случай и заграничный российский паспорт Ну и уже, соответственно, возьмете симку и можно будет воспользоваться Яндекс.Такси здесь работает, Мир.Карты здесь тоже работают Вот, можно уже пользоваться, будет интернетом Порт Минска Да, сразу здесь чувствуется такое отсутствие трафика, да? Да Вообще всего и всех Вообще никого нет, ни пробок, ни людей, ни машин Здесь фонтанчики Ну, такое приятное место, в общем Отмосферное Да Мы уже в отеле, гостиница у нас называется Юбилейная Это три звезды, мы здесь останавливались в прошлом году И нам все понравилось Внешний вид отеля и рецепцию покажем чуть позже А сейчас посмотрим номер Это вот наш этаж, вы видели Там, кстати, есть кулер с водой Мы показали, нет? В том числе и горячая Да, горячая, холодная, так что без проблем Чайника в номере нет Вот у нас номер Здесь, смотрите, классный вид, кстати Открывается Такой Смотри, это река И пойдемте посмотрим наш номер Мы там уже положили рюкзак Вот У нас вещать не особо Вот тут у нас шкафчик такой Очень много плечиков Ой, сори Здесь туалет небольшой Такой унитаз Душевая кабинка Все чистенько, аккуратно Фен есть Шампунчики такие Мыло Мыльце Стаканы для зубных щеток Ну, собственно, кран Два полотенца И такое, сколько здесь И еще два полотенца То есть Два больших полотенца И два маленьких А вот под ноги Они, наверное, нам А, и под ноги есть Все Все отлично Полный набор С этим все просто супер Так, здесь у нас Двухместный номер Соответственно Две раздельные кровати Тут получаются Вот Ну, телефон Постельное белье Хорошее Все белое Чистое Свежее Так вот Все застелено Картина Здесь Свет Можно включить Кондиционер Кстати, есть В прошлом году Мы очень сильно мерзли Но в этом году Сейчас 27 градусов Так что Нам не понадобится Обогреватель И здесь Небольшой телевизор Горизонт Пульт Соответственно Зеркальце Столик такой Здесь ничего нету Вот Ну, вот Такой номер Как вам Напишите И есть Еще два стаканчика Можно попить И такой вид Прекрасный Чудесный вид Вообще Очень красиво Все Там внизу Фонтаны Смотрите Видно Фонтаны Дворец Спорта Впереди Там уже Старый город Вот Это Старый город И Недалеко Здесь Торговый Центр Все Сейчас Немножко Отдохнем И пойдем Покажем вам Отель И Посмотрим Что здесь Рядом Так Отель Юбилейный Три звезды Здесь На входе Стоит Банкомат Сбербанка И Здесь Зона Рецепшн Такие Диванчики Цветочки Три Лифта Столики Столи Здесь Тоже Можно Посидеть Различные Сувениры Можно Купить И Там Уже Вход В Казино Также Здесь На первом этаже Есть Кафешка Можно Попить Кофе Здравствуйте Здравствуйте Продолжение следует Номер В этом отеле Стоил 4,5 тысячи Рублей В сутки Ну Это Слегка Дороговато Как мне кажется Но отель Хороший Чистенький Вот Так он Выглядит Здесь Впереди Площадь С фонтанами И вообще Сюда Очень много Людей В Минск Приезжают Чтобы поиграть В казино Здесь Вот Прямо У отеля Видите Есть Казино И Ресторан Вообще Настроение Замечательное Чудесное Мы Взяли с собой Шапки Куртки Но Погода Сегодня 27 градусов Очень тепло И город Минск Он Конечно Ну Казалось бы Что Минск И Минск Да Но Прям У меня Очень Сильно Поднялось Настроение Здесь Так Чисто Красиво Все Ухожено Цветы И После Многих Европейских Городов Допустим Ну Просто Это Культурный Шок Что Вот Ты Приезжаешь В чистейший Город Это Очень Приятно Потому Что Даже После Кипра И После Турции То есть Про то Количество Мусора Который Там Здесь Прям Душа Отдыхает Радуется Так Чисто И светло А тебе Как Скажи Мне очень Нравится Минск Он Очень Кстати В центре Похож на Москву Ну Не совсем Как бы Москва Да Но Похож на Москву А вот Ты мне Скажи Что Можешь Скать Про Отель Юбилейный Про Гостиницу Юбилейную Или Отель Юбилейный Как Правильно Гостиница Гостиница Юбилейная Три Звезды Но Номер Мы Показали Находится На Проспекте Победителей Практически В центре Но Здесь Все В пешей Доступности Вообще Хороший Отель Очень Доброжелательный Персонал Нас Заселили Мы Приехали Часов Двенадцать Нас Сразу Заселили Выдали Ключ Все Очень Позитивно С улыбками То есть Ну Не знаю Мне этот Отель Очень нравится На этаже Есть кулер Можно Налить Холодную Воду Либо Горячую Чай Кофе Мы Сами Смир Да Все Вообще Мне Он Отельчик Прям Очень Понравился У нас Еще Вид Такой Классный Из номера Да Фонтан Это Кинотеатр Москва Здесь Кстати Можно Посмотреть Фильмы Там Вот Я Вижу Заложники Ну Какие-то Наверное Новинки Может Что-то Из Голливуда Я Не знаю Здесь Нет На них Санкций Таких Наверное Можно Посмотреть Мы Вне Политики Да Вот Можно Посмотреть На Русском Языке Кстати Мы Не Первый Раз В Минске Здесь Естественно Государственный Язык Русский И Белорусский Но Сколько Мы Не Общались С Белорусами Они Говорят Что Белорусский Язык Никто Не Знает Вот Если Нас Будут Смотреть Белорусы Напишите Знаете Вы Белорусский Язык Или Нет Хотя Многие Вывески Здесь На Белорусском Языке Ну Мы Вот Сейчас Прошли Там Такие Смешные Ну С точки Зрения Русского Смешно Звучит Да Ну Не Смешно Я бы Сказал Не Смешно Не По Доброму Смешно По Доброму Смешно Да Ну Так Вот Как Вот Немного Все Понятно Да Немного Какие Буквы Там Вот Это Министерство Культуры Допустим Не Министерство А Министерство Культуры Да Министерство Министерство Да Интересные Вывески Кстати Наш Отель Наш Гостинец Находится Рядом С Белорусским Министерством Культуры И здесь Это Милиция Называется Не полиция А милиция Вот Очень много Вот Проспект Пероможца Вот Видишь Вывеску Это У нас Проспект Победителей На самом деле Улица Называется Ну вот Проспект Пероможца Да Вот так Мы обратили внимание Очень много Таких Вот Вывесок Книгарни Книжний Магазин Они сохранились От книжных Магазинов Не сказать Что на каждом Куда Очень много Мы видим Соберсцент Ага Ну куда Сейчас Направляемся Мы сейчас Пойдем В торговый Центр Который Называется Галерея Вот Мы идем В торговый Центр Нам Заодно Пополним Карты И Посмотрим Что здесь Сохранилось Может быть Здесь Какие-то Санкционные Бренды Остались Так Друзья Вчера Мы заходили В галерею Минск Обзор Показывать Не стали Потому что Занимались Своими Собственными Делами Вот А сегодня На второй день Хотели Поснимать Для вас Минск Но Как видите Погода Была Против Начался Дождь Но Завтра Обещают Хорошую Солнечную Погоду Поэтому Именно Завтра Мы пойдем Снимать Минск Покажем Вам Самые Интересные Места Здесь Их Очень Много Поверьте На слово И конечно Смотрите Продолжение Нашего Сюжета Сейчас Мы От нашего Отеля Юбилейный Идем Опять-таки В торговый Центр Который Называется Галерея Минск Проходим Кинотеатр Москва Вот И сейчас Друзья Готовьте Уже Вкусняшки Потому что Мы будем Пробовать Национальную Белорусскую Кухню А именно Картофельные Драники Попробуем Расскажем Что Почем И как На вкус Ну и Заодно Немножко Пройдемся По Торговому Центру Галереи Минск Посмотрим Что Там Продают И Сейчас Наверное Расскажем Еще Про Оформление Карта Виза И Мастер Карт Для Россиян Так что Идем В галерею Минск Так Все Снова Заходим В галерею Минск Здесь Нас Встречает Магазин Золотое Яблоко Вчера Кстати Мы Здесь Были В Минске Много Китайских Туристов Туристов Ну из Разных Стран И Они Все Да Скупают Целыми Пакетами Не знаю Может быть Здесь Цены Пониже Мы А Сейчас Пойдем Зайдем Еще Кое Куда Здесь В В этом Торговом Центре Есть В принципе Все Все Необходимое То есть Можно Купить Косметику Одежду Кафешек Очень много Есть магазин iStore Вон он там iStore Юбилейного Да Там Продают Айфоны Макбуки Но Мы Вчера Посмотрели Цены Получается Там Выше Чем У нас В Москве Да Я Сейчас Покажу Вам Пирожные Андрей Вчера Их Отказался Покупать Раскритиковал Там Цена Очень Большая Представляете Он Отказался Купить Пирожные За Внимание 6 Рублей Вот Здесь Пекарня Тьери Кондитерская Смотрите Какие Тортики Классные Торт 28 Рублей 60 Копеек 41 30 Ну Выглядит Все Вообще Красиво И Вот Такие Пироженки Я Вчера Предлагала Купить Андрею Допустим За 6 Рублей Выглядит Просто Бомбически Но Друзья Внимание Внимание Знаете Сколько Стоит Белорусский Рубль Тара Тара Та Та Да 31 Рубль Ой Надо было Брать Вадри Один Белорусский Рубль Стоит 31 Российский Рубль Это Что-то Невероятное То есть Да Практически Как Доллар В начале Белорусская Белка Свободно Конвертируемый Рубль Да Ну в общем Считать легко Потому что Можно Это Ассоциируется С Долларом В начале Десятых Годов Когда он Стоил По 30 В общем Сейчас За 30 Рублей Можно Купить Белорусскую Белорусский Рубль В народе Ее называют Белка Так что Если Увидите На форумах Белки Знаете Это Белорусский Рубль А почему Белорусский Рубль Ну потому Что Он Белорусский Рубль А Другая Верка Да В Литах Ладно Главное Что В Минских Парках Очень Много Белок Да Мы Вам Их Кстати Завтра Покажем Если Погода Опять Не Будет Если Погода Опять Не Будет Капризничать И Устраивать Нам Дождики Вот Ну что Про Галерею Здесь Нью-Йоркер Саваж В общем-то Все привычные бренды Которые В принципе И у нас Работают На территории Но Здесь Кстати Таких Которые Ушли По-моему Нету Здесь Все те Которые У нас Есть Ну вот Страдивариус Не знаю Работает он У нас Или нет Мы Честно говоря Уже За этим Не следим Ну давайте Посмотрим Например Сколько Стоят Джинсы Вот Такие Джинсы Они Ребята Стоят 109 Рублей Поомножаем На 30 Поомножаем На 30 Ну Я думаю Что Где-то 3 300 Они Будут Стоить Это Дорого? Для Кого Как Тут Один Единственный Ответ А вот Такая Допустим Кофточка Сколько Стоит Такая Кофточка 80 Рублей Друзья 80 Конечно Это Может Ввести В заблуждение Такие Цены И вы Наберете Себе Очень Очень Много Всего Но Потом При Оплате Карты Здесь Работают Все Российские Карты С Платежной Системы Именно Мир Вот Вы Очень Сильно Удивитесь Если С вас Спишут Уже Несколько Тысяч Рублей Так Что Не Забывайте Что Один Белорусский Рубль Это 30 31 Российский Рубль Что Еще Интересного Расскажем Про Минск Очень Много Всего Интересного Можно Рассказать И Я Что Завтра Когда Будет Солнечная Погода Мы Это Сделаем Потому Что В Дождь Конечно Снимать Не Очень Во-первых Это Все Выглядит Так Не Вдохновляюще Но Во-вторых Мы Просто Промокнем Потому Потому Что Дождь Достаточно Сильный Мы Не Хотим Потом Ходить С Насморком Да Да Это Кстати Интересный Магазин Потому Что У У Нет Это Увлекаются Такими Делами Ну Да Конечно Съемки С такого Коптер Они Классные Да Очень Красивые Но К сожалению Не во всех Странах Теперь Можно Использовать Летать На Коптер Вот Но Имейте Ввиду Ну Где-то У себя На Даче Наверное Может Какой Позволь Какой Гигант Это 30 Тысяч Стоит 30 Тысяч Так Но Самый Маленький Короче Стоит 3000 Белорусских Рублей 3000 Белок Это Получается У Нас Сколько 90 Ты 30 Сказала Большой 30 Но Маленький Самый Простейший Вариант Такой Маленький 3000 Белорусских Рублей Это На 30 Надо Умножить Ну Да 90 Тысяч Рублей Может Кому-то Будет Интересно Кто Поедет В Минск И Захочет Купить Такой Классный Самолетик Который Будет Делать Красивейшие Фото И Видео Но Мы Вас На самом деле Мы знаем Как этот Самолюшик Можно провести Через Родинскую Хармошку Хотя Рейс Беларусь И Пользуется Популярностью Это Место Иногда Здесь Даже Бывают Очереди Но Это Недолго Минут 10-15 И Такое Интереснейшее Оформление У Васильков Все В Васильки Здрасте 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 Можно Сказать Королевские Стулья Ну что Смотрим Меню Да Посмотрим Меню И Здесь Ну вот Смотрите Вот Все Такое В Цветочках Оформление Такое Синие Васильки Кстати, авиакомпания Белави, на которую мы летели, она тоже имеет в своем оформлении такие синие цветочки Это очень классно У нас сохранились посадочные талоны еще с прошлого прилета И я когда вижу эти посадочные талоны, случайно на них натыкаюсь и вижу васильки У меня почему-то произвольно повышается настроение В общем, это как-то так мило, красиво, ну не знаю, в общем, класс Молодцы они, что используют такую у себя Узор из васильков – это аутентичный белорусский узор Очень советую всем туристам, как бы здесь очень много одежды с васильками Да, да Посмотреть белорусский текстиль, белорусский лен, белорусский гробок У них очень все красиво, очень все аутентично И здесь, в России, как бы, у нас это будет носиться Ну, давай посмотрим тогда меню поближе, да, сколько что стоит Кому интересно, ставьте на паузу Вот здесь салатики Так, цены, вот они указаны Это белорусские рубли, допустим, 13 белорусских рублей Стоит оливье 10,1 Различные закуски к пиву Овощные тарелки Супчики Домашняя солянка Бабушкин грибной Борщ Такой вот суп И вот, что нас больше всего интересует, это драники, конечно же Они здесь на разный вкус Есть вот драники с гуляшом из говядины С вяточные, со слабосоленым лососем С грибами, с мясом, шкварками С припечкой Просто классические драники Здесь можно дополнительно что-то добавить Также различные блюда из картофеля Смотрите, цены Пельмени домашние Сосиски дальше А ты расскажи, у нас любители не только из России Да, из всех узкоговорящих стран Как, например, ну сколько у нас долларов Один доллар, это сколько белорусских рублей Ну, это надо Один доллар, где-то Три Три с чем-то Белорусских рубля То есть, тоже легко Так, здесь десерты Различные И такие тоже национальные Смотрите, домашние настойки и наливки Вот, хреновуху можно взять Сколько стоит Значит А, это целый набор получается Да, он стоит 13,6 белорусских рублей Домашнее вино 4 доллара получается Ну, где-то так Да, здесь уже вина в бутылках И коктейли Смотрите Такие коктейльчики Я вот, кстати, хочу попробовать Ну, потому что мы в Белоруссии Надо попробовать что-то национальное Я хочу попробовать вот этот грушевый коктейль с пряностями Смотрите, здесь настойка собственного приготовления Используется березовый сок Грушевое пюре И специи Мед 12,5 Это алкогольный коктейль Я его Не призываю им употреблять алкоголь Но что-то такое оригинальное Так Вот Лимонады Тоже домашний Тоже можно попробовать Ну и, в общем, так далее Будем заказывать А что я буду? Я буду что-то аутентичное Суп Борщ Сколько стоит? Борщ стоит С ребрышком 10,1 А если без ребрышек? То Либо Бабушкин грибной Здесь суп с боровиками Вот это тоже можно попробовать Типа Грибной суп 10,7 Стоит Грушевый коктейль Нам принесли С пряностями Так он выглядит Что здесь Типа Лепесточки Васильков Да? Да, да, да Классно Сейчас будем пробовать Пробуем? Да Ну что, друзья Всем хорошего настроения Как всегда И Ваше здоровье За вас Какое? Грушевый коктейль Да Грушевая мякоть Присутствует Но он такой Очень сладкий Так что Если не любите Слишком сладкий То можно посмотреть Что-то другое Но так Погода сейчас Дождливая Прохладно Самое то Такой сразу Яркий Сочный Вкусный Сладкий Коктейль 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 Мясо Ну и Собственно Картошка Морковь Свекла Укроп И Естественно Сметана Давай Попробуем Чуть-чуть Я у тебя Пахнет Кстати Пахнет Классно Класс Приятного аппетита Очень классно Даже Невозможно Оторваться А ты не отрывайся Очень вкусно Прям Все идеально То есть Не надо Ни солить Ни перчить Все идеально Подобрано Аромат Бульончик Такой вкусный Овощи Мелко нарезанные В общем Классный Будете здесь Всем советуем Вы точно Не разочаруетесь В этом Супе В этом борще А мне Ни к себе Поближе Я вот так Разрекламировала Что мне тоже Захотелось Да Так что Давай Уже Приятного аппетита Ешь И будем Пробовать Драники Вкусно Аутентично По-белорусски Принесли Драники Домашние Колбаски Все это Сливочного соуса А у тебя что У тебя кстати Тарелка еще Тоже такая Интересная С узорами Вот всегда Когда С таким Сталкиваешься Повышается Настроение То есть И добавляется Аутентичность Потому что Допустим Ну во многих Странах мира Уже Приносит В обычных Тарелках То есть Как Поезд Здесь Звуковой Компетит Рыжи Да 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 Прям Создается Создается Великолепное Настроение Так Погружаешься Действительно Атмосфера Необычная Не глобализованная Действительно Приятно В общем Мне принесли Драники С грибами Давай На сковородке Вот так Они выглядят То есть Четыре драника Здесь Грибочки Грибной соус Лук Ну Все Так Красиво Можно Кстати Делать Фотки Еды Тоже Будет Пользоваться Популярностью В соцсетях Такие фоточки Инстаграм Да Инстаграм Запрещенная Россия Инстаграм Есть Да Так Ну Пробуем Попробую Мой Драничек Так Соуса Побольше Ммм Мм Очень Вкусно Очень вкусно Очень вкусно По-белорусски По-домашнему По-белорусски Такой вкус В принципе Нигде Найти нельзя То есть Очень Аутентично Все русскоговорящие Туристы Маршу Васильки В миске Пить Грушевый Корпель И есть Белорусские Драники Грибами Грибы Тоже Вкусные А Граники Они Такие Нежнейшие Прям Тают Во рту Ну Классно Что еще Можно сказать Очень вкусно Попробуй У меня Колбаску Твою Колбаску Могу Колбас Я попробую Что за Соус У тебя Здесь Тоже Кстати Грибной Соус По-моему Даже Я здесь Ешь Колбаску Ничего Страшного Это даже Еще Вкуснее Чем У меня Дальше Какое-то Мясо Внутри Типа Жульен Вот Это Вот И Грибы Ну Явно Это Не Шампиньоны Колбаску Колбаска Тут Сейчас Попробуем Колбаску Надо Ее Отрезать Испортим Блюдо Так Вот Часть Колбаски Ну Колбаска Классная Явно Что она Не покупна Но Именно Здесь Ее Делаю То есть Тоже Все Собственного Производства В общем Супер На Пробуй И Приятного Аппетита Сейчас Вот Отпили Половину Коктейля Смотрите Это Жанна Коктейль Коктейль Действительно Украшен Луговыми Белорусскими Цветами Это Лепестки Или Как правильно Сказать Василько Посмотрите Коктейль Действительно Украшен Васильками Ну Ну Просто Бомба Так И счет За наш Обед Составил 66 90 Белорусских Рублей Коктейль Коктейль Гуляем по По Гипермаркету Который находится В галерее Минск Здесь Кстати Можно купить Сувенирчики Магнитики Вот такие Welcome to Беларусь Минск И так далее По 5 Рублей Белорусских Также Очень Хорошие Мы Кстати Видели Уже Не первый раз Не в первом Магазине Такие Вот Полотенца Это Значит Белорусский Комбинат Производит Здесь Лен И Хлопок Очень приятные Полотенца По ощущениям Такой Вот Интересный Тоже Дизайн Красивый Такой Да Что стоит Стоит 21 И 49 Ну Условно 21 С половиной Белорусский Рубль Здесь Вот Такие Тоже Это Все Белорусский Лен Тоже Такие Красивые Получается Полотенце За 5 Белорусских Рублей То есть За 150 Где-то Российских Либо За 2 Доллара Кстаньте Из Сувениров Мы Сейчас Не будем Показывать Цены На Продукты Но Пройдем Так Быстренько Из Сувениров Вы Можете Привезти Сыр Белорусский Допустим Цены На Продукты Здесь Ниже Чем В Москве Процентов На 20 На 30 Шоколад Можно Купить Белорусский Так Да Вот Фабрика Коммунарка Очень популярна Есть фирменные Магазины Допустим Вот Шоколад Горький За 6 24 Добавлю От себя Что Фабрика Коммунарка Популярна В Минске С 1905 Года Можно Скажем Без мало 12 Да Вот Да Вот Так И Допустим Шоколадки Тоже Мне Кажется Очень Симпатично Они Выглядят Да Здесь Кстати Уже И на Китайском То есть Сюда Приезжают Туристы Из Китая У них Белоруссия И Минск Пользуются Спросом Вот Здесь На Китайский Есть Перевод Ну И Соответственно Здесь Какао Тертое Какао Масло Очень Хороший Очень Хороший Состав Стоят Они Шоколад Коммунарка 2 Рубля 2 Или 2.91 Ну То есть Сколько Такой Шоколад Вот Смотри Какой И Смотрите Вот Удивительно Да Все На Китайском То есть Белоруссия Готовится К наплыву Китайских Туристов О Какой Шоколад Да Вот Это Вообще Класс Это несколько Плиток Тут 1 Килограмм 72 Процента Какао Продуктов В общем Круто А что Это Шоколад Шоколад Спартак Горький Элитный Это что Плита Такая Или Там Несколько Штука Изготовитель Спартак УАО Из города Гомель Ну В общем Такую Вот Шоколад Тоже Можно Купить Стоит 35 Белорусских Рублей Да То есть Шоколад Изделие Из лена Можно Приобрести Да Одежду Полотенца Все Такое Сыр Можно Привезти В качестве Вкусного Сувенира Сыра Здесь Очень Много Большой Выбор Вот Смотрите Какой Интересный Сыр Это Он Похож Выглядит Как Сало Сыр Беловежский Горячего Копчения С перцем И чесноком Классно Ж Стоит Он 24,81 За Килограмм То есть Здесь Вот Этот Кусочек 372 Грамма Никакого Перевеса В багаже Да Есть Несколько Таких Разных Разных А И тут Много Посмотрите Ну что Третий день В Минске Вроде Солнце Проглянуло Да Наконец-то Всем еще раз Доброе Доброе Утро Мы в Минске Столица Белоруссии Минск Город Герой Во время Великой Отечественной Войны Минск Находился Под оккупацией 1100 дней И мы решили Начать Свою прогулку В Минске С культурно-паркового Комплекса Который Называется Победа Минск Готовится Праздновать День Народного Единства Видите Здесь Уже Все Очень Красиво Украшено В цветах Национального Флага И Здесь Проходят Какие-то Митинги Ну вот Минчане Горожане Белорусы Они ходят Смотрите С флагами С цветами В общем Создается Такое Праздничное Настроение На самом деле Очень Очень Круто И Здесь Я так Понимаю Во время Государственных Праздников Происходят Главные Концерты Потому что Вот уже Приехала Машина Они Тестируют Оборудование Колонки Концерты То есть Здесь Будут Также В этом Районе Проходят Парады Во время Государственных Праздников И Все Молодожены Конечно же Обязательно Посещают Это Место Чтобы Зафиксировать Свой Самый Важный День В этом Знаменательном Месте Минска Пойдем Посмотрим Поднимемся К Обелиску Девочки Быстрее Садим Точно Также Друзья С этой Горы Открывается Прекрасный Панорамный Вид На Минск На Проспект Победителей На Наш Отель На Дворец Спорта И Смотрите Как Все Зелено Красиво Идеально Украшено Красивые Кустики Все Подстрижено Здесь Растут Каштаны Такая Зеленая Травка В общем Все Просто Вообще Замечательно Мы В культурном Шоке Находимся Да Да Безусловно И Прямо За Обелиском Находится Музей Великой Отечественной Войны Вход Музей Платный Стоит По-моему Около 10 Рублей Белорусских Вот Но мы туда Не пойдем Мы отправимся Гулять дальше Потому что Здесь Очень много Мест Которые Можно Посмотреть Всем спасибо Всех С праздником Хороший Крухот Так Друзья Обелиск Называется Минск Город Герой Возведен Он В 1985 Году И Напомню Высота Его 45 Метров Сейчас Отойдем Подальше Покажем Да Да Ну Собственно Говоря Он Конечно Же Впечатляет Особенно На фоне Облаков Которые Плывут Ну А Эта Бронзовая Скульптура Получается Ассоциирует Родину Мать И Тоже Вот Рядом С Обелиском Все В этом Комплексе На фоне Музея Великой Отечественной Войны Все Очень Красиво Выглядит А мы пойдем В сам парк Потому что Здесь Помимо Значит Этого всего Есть Прекрасно Обустроенный Парк Еще Пойдем Посмотрим Что там Мы уже в октябре 1945 года К берегам Корсомольского Озера Потянулись Здесь Так Классно Короче Сегодня Велопробег Вот Такие Шоу Какие-то И Все Участники Велопробега Они С такими Красно-зелеными Зонтиками Это Цвета Государственного Флага Белоруссии Василек Это Тоже Один Из Символов Белоруссии В них Белавик Компания Белоруссии В виде Васильков Оформлено Ну и Здесь Вот Тоже И Ресторан Васильки Да Национальный Как Да В общем Все Васильках Ну Василек Такой Челеточек Когда вы Видите Символ Василька У вас Сразу Поднимается Настроение Видите Идет Репетиция Валера Самисти Мира Иссоциативного Труда Любви К Жестной Музейно-парковый Комплекс Называется Победа Победа Вот Здесь Как раз Будут Проходить Главные Праздники Концерты Выступления Ну и Естественно Да Возможно Будут Салюты В общем Такое место Очень знаковое Для Минска Нам Беречь Давайте Мы так Стыки Сделаем Люда Полесь Пожалуйста На ценности Мира Вот Здесь Начинаем Откажите Откажите Чтобы Чтобы Я Породить Породить Своё Ты Люди Жизнё И Шар Не Будет Это Кажут Люди Породить Своё Ты Люди Жизнё Люди 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девочки, спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok В общем, гулять здесь одно удовольствие Место, кстати, безумно приятное для прогулок Здесь атмосферное Все очень чистенько, ухожено Везде лавочки Приятные газончики зеленые Ну просто великолепно и шикарно Я думаю, что так расслабиться, отвлечься от суеты, от стресса Просто вообще идеальнейшее место Вот, и здесь, соответственно, рядом с водой Если будет жарко, можно освежиться Здесь такой ветерочек Там опять-таки чайки летают Парят Да, парят Мы все-таки будем выбираться уже поближе к старому городу Там интересное место Там, смотри, действительно остров Вот там деревья растут И там такое ощущение, что остров Но это можно взять лодку, катамаран И уже здесь посмотреть Ну очень красиво Субтитры сделал DimaTorzok